шериф не один расскажите о своем последнем деле мое последнее дело но я помню его это конец 18 года фабио де розе интересное было дело последую я ушел на пенсию может вернуть не знаю бразилиц решил стать знаменитым странный конечно способ знаменитости решил стать знаменитым собрав блд неплохо сначала поставил рекорд южной америке по 5 на 5 слепую потом странное хорошее время по 3 на 3 вслепую но это как-то насторожил людей ну мы на самом деле зацепились самом начале за его сборку секунды так 26 19 на плюс 28 19 при этом пб у него до этого было раз в два больше удивились решили понять что же такое произошло как это так и начали разыскивать начали изучать до на самом деле его сборку по 3 на 3 бл д никто не снимал но он не снимал до запоминание было секунд семь и люди были удивлены там один человек удивился и все же решил снять он снял но получилось снять там не знаю половину сборки отправил фабио и фабио выложил себе эту сборку на канал да но выложил только реакционный рекорд сборку он не укладывал запоминание не было то есть но это удивительно это странно почему рекордсмен ну ладно хорошо это был не национальный рекорд почему очень мощный человек почему очень сильная сборка даже в особенности в южной америке не выкладывается мы задались вопросом я был сильно удивлен я долго думал я не спал всю ночь тут я прихожу такой на офис и мне коллега показывает вот это вот это было шокирующим для меня открытием оказывается фабио во время сборки у него на столе были какие-то коробки и эти коробки странным образом двигались сборку не снимали но при этом через пару столов был была другая сборка которую снимали и в ней там где-то за плечом можно было увидеть стол фабио сборки него не видно фабио зато видно как он коробки двигает и вот это удивительно и наше предположение наша теория вот согласно листочку что в коробку он спрятал кубик который сам заскрамблил который он знает как собирать что выучил что нам наизусть запомнил движение и когда он начал свою пытку это не знаю когда-то наверно когда начал попытку да он подменил головоломку и собирал на своем кубе хотя после этого с делегатами когда он общался он подтверждал что а скромно правильно скорее всего он галл доказательства сожалению нас нет но это подозрительно и мы начали рыть дальше мы начали рейд дальше я связался с опытным фокусником который подтвердил что он мог бы провернуть эту штуку что ему было бы не очень сложно подменил головолом когда все люди смотрят за другой стол где ставится рекорд так что да секрет я знаю я продолжил исследование мне понадобилось изучить его рекорд о 5 на 5 блд но все было очень плохо в комнате тогда находилось только два человека сам фабио его судья мы даже поговорили с судьей был активно за он хотел что все было правильно но проблема в том что судья плохо знает правила и что судья не столько хотел вершить справедливость сколько поспать мы посмотрели на карточку и поняли что у него он собрал целых три сборки участвовал в трех сборках одна была за 33 минуты другая за 22 обе днф и рекорд рекорд южной америки за 9 минут собранный кубик я позвонил моим знакомым которые хорошо знают базу данных они на нее посмотрели да и нашли что самый большой разброс между удачными сборками это 11 минут все одна сборка была 11 другая 22 это натива плохая сборка в два раза хуже а с фабио у него удачная сборка 9 минут а не удачная 33 ну то есть почти в 4 раза понимаете что такого быть не может мы спросили у фабио а почему почему говорим дороса у тебя такие плохие сборки первые две он говорит кубик новый был не привык а почему у него на третье сборка такое хорошее время хотя он ходил перед ней и спрашивал людей кто даст ему в шланг то есть это тоже было что-то удивительное я не понимаю как это работает я позвонил своим знакомым крутейшим всяким там блайндером страхово там себастиана еще ну еще парочка людей да они сказали что такого быть не может что это слишком странная сборка что бред мы даже пообщались с фабио мы попросили его прислать нам его какие-нибудь удачные сборки он очень долго этого отказывался делать он очень долго не реагировал наши просьбы никак но в конце концов прислал прислал свою сборку пять на пять и она была ужасна то есть у него было бесконечное количество времени подготовиться было бесконечное количество времени там запомнить все он даже кажется записал записал цепочку записал то что он должен был запомнить он собирал это не вслепую он собирал с открытыми глазами но просто методом слепую это была не первая попытка а третье четвертое согласно его товарищем и все равно она заняла восемь минут но и это бред такого быть не может потому что не может он запомнить кубик пять на пять за одну минуту и за восемь минут его соврать чтобы получить 9 минут на царевых это же бред ты же бред а он говорит что так и должно быть и по другим источникам его сборка на царевых заняла пять минут вы представляете себе пять минут он собрал на царевых нервничая и восемь он собрал дома с открытыми глазами с записанным текстом запоминания и не с первого раза вот как это так как такое может быть а а что же дальше был что дальше было мы дали ему бан на два года потому что ну очевидно по 3 на 3 он коробки двигал по 3 на 3 он головоломку просто взял другую по по 5 на 5 у него вообще бред какой-то он не может так делать это невозможно для него при всех остальных попытках абсолютно плохих при всех остальных попытках по 20 по 30 минут это 9 не может быть такого поэтому мы дисквалифицировали попытки дали дали ему бан на два года очень долго с момента приговора я несколько ночей не мог заснуть у меня перед глазами было его лицо у меня перед глазами были моменты нашего расследования они не выходили у меня из головы мне было очень страшно мне было очень больно но правосудие правосудие пора бывает жестоким готовы ли вы будете совершить еще одно такое расследование готов ли я к еще таким расследованием что вы как вы что вы что Продолжение следует...